Арктика – самый чувствительный к воздействию человека регион мира, а по запасам полезных ископаемых – один из самых богатых. Россия принадлежит четверть этой территории. В ближайшие планы страны входит наращивание добычи природных ресурсов. Экологические риски при этом в условиях международной изоляции не являются сдерживающим фактором. Сегодня, когда из России изгнали крупные международные экологические организации, запугав попутно самых активных граждан, когда в связи с российской агрессией против Украины заморожены международные исследовательские и природоохранные проекты, международный экологический контроль за ее действиями сведен к минимуму. Что может ждать Арктику в ближайшем будущем и какие опасные для окружающей среды проекты Россия собирается там реализовать? На эти вопросы мы и попробуем ответить в этом видео. 20% всего экспорта России приходится на Арктический регион. По данным высшей школы экономики, в Арктической зоне РФ добывается подавляющее большинство российского природного газа и 17% нефти. Практически весь никель и кобальт. Больше половины меди. Почти все алмазы и редкие редкоземельные металлы. Глава Минвостока развития Алексей Чекунков заявляет, что 70% всей экономической деятельности в Арктическом регионе приходится только на одну страну. Россию. Учитывая эти цифры и международную изоляцию, Биллона не находит случайным, что в свежих российских документах экономическое освоение Арктики ставится в приоритет в противовес мерам по защите окружающей среды. Биллона с большой опаской смотрит на будущее региона, где любой существенный антропогенный удар может спровоцировать ухудшение климатической и экологической ситуации во всем мире. Планы по освоению России Арктики сегодня включают в себя строительство госкорпорации «Росатом» горно-обогатительного комбината для производства цинка и свинца. Планируемый объем производства – 220 тысяч тонн цинкового и 50 тысяч тонн свинцового концентратов. Разработка «Росатомом» и «Норникелем» месторождений лития. Разработка новых месторождений нефти и угля для добычи открытым способом. Крупнейшим из подобных проектов должен стать «ВостокОйл», принадлежащий нефтегазовой компании «Роснефть». После окончания второй и третьей чередей строительства объем перевалки нефти собирается увеличить до 100 миллионов тонн. Для сравнения, суммарный экспорт всей российской нефти в 2022 году, по данным вице-премьера РФ Александра Новака, должен был составить 242 миллиона тонн. Обслуживать эту деятельность будет Северный морской путь. Инвестиции в его развитие на период до 2035 года должны составить 17,5 миллиардов евро. Речь идет о строительстве новых терминалов, новых портов, масштабных работах по дноуглублению. «Росатом» представил федеральный проект по круглогодичному судоходству на Северном морском пути, который сейчас находится на утверждении в правительстве. Согласно этому документу и уже принятому федеральному проекту развития Северного морского пути, к 2030 году грузопоток по СМП должен вырасти до 150 миллионов тонн в год. С нарастанием западного санкционного давления все более актуальным становится вопрос о переориентации экспорта сырья, добываемого в Российской Арктике, с запада на восток. Об экологических рисках новых экспортных путей российской нефти и теневом флоте, перевозящем ее, вы можете прочитать на нашем сайте по ссылке в описании. Какой вывод пока может сделать Беллона? Арктику готовят к повышенному режиму эксплуатации, не считаясь с экологическими рисками и мнением природоохранного сообщества. Беллона, Гринпис и ВВФ уже признаны нежелательными, а фактически они запрещены и изгнаны из страны. Помимо экологов, на вредные для окружающей среды проекты всегда обращали внимание представители коренных народов. Но сегодня самых активных из них, кого не смогли купить, выдавливают из страны или заводят на них уголовные дела. Беллона продолжит наблюдать за действиями России в этом регионе. Если вы хотите следить за этой ситуацией вместе с нами, подпишитесь на наш канал и нашу информационную рассылку по ссылкам в описании. Вместе мы должны найти способы защитить Арктику, уменьшить риски по ее загрязнению и сохранить регион для будущих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok